Итоги уходящего понедельника Все одна семья, мы все едины, целы и должны взаимодействовать, дружить друг с другом О каких событиях вспоминали? Треск в среде ночи, на форштате сгорел дом, погибли трое Выглянула в окно, уже был пожар Почему алкоголь – лучший друг смерти? Дерзко и экстравагантно в областном театре драмы и комедии открыли новый сезон Нечто не стескоп рыба Чем удивили ценителей прекрасного? А также бесплатные консультации, длинный август и пора на грядках Аграрии завершают уборку картофеля Какова урожайность корнеплода? Минску и Анкаре удалось сделать немало по углублению отношений Но есть нерешенные вопросы Александр Лукашенко провел встречу с послом Турции Мустафа Озджан с миссией в республике три года А вот дипломатическим отношениям стран больше 30 лет Президенты регулярно проводят телефонные разговоры и встречи на международных площадках Растет товарооборот За январь-июль почти 675 миллионов долларов Это на треть больше показателей прошлого года У нас схожие позиции по многим проблемам международных отношений В том числе и по кризисной ситуации в Украине Мы не раз об этом говорили И Турция, и Беларусь выступают с позицией дипломатического разрешения этого конфликта Что касается наших торгово-экономических отношений Когда-то мы достигли договоренности о достижении полуторамиллиардного товарооборота По-моему, больше миллиарда мы уже второй год имеем товарооборот Нам надо выходить на этот уровень Тем более возможности такие есть У нас большой интерес к вашей суверенной, независимой политике Вы решаете вопросы так, как нужно турецкому народу Наши спасатели ежегодно помогают тушить лесные пожары в турецких провинциях По поручению президента белорусские специалисты отправились на выручку И после разрушительного землетрясения в феврале Турция, отметил посол, никогда не забудет помощь, которую оказали белорусы Как спичка, жители Форштата в ночь субботы на воскресенье разбудил гол сирен Причина до боли проста Культурно отдыхали, выпивали, курили Как итог, три жертвы огня Ольга Васенда продолжит На этот дом страшно посмотреть Похожая история произошла ровно неделю назад по улице Сака Правда, судьба там распорядилась иначе Погорельцы остались в живых В этом случае пламя оказалось беспощадно Ночной переполох случился на Кирпичной в частном секторе Ирина Моха практически ничего не видела Но утром вся улица стояла на ушах Соседи то и дело обмениваются мыслями и домыслами Одна женщина утверждает, дом вспыхнул как спичка в три часа ночи Другие уверены, алкоголь до добра еще никого не доводил Двенадцатый дом тому подтверждением К месту вызова спасатели прибыли в считанные минуты Но жилище уже не на шутку окутало пламя Внутри огнеборцы обнаружили тела трех погибших Двух мужчин 56 и 49 лет А также женщины, личность которой устанавливается Компания употребляла спиртное и курила На месте происшествия работала следственная оперативная группа Что именно стало причиной смертельного пожара Станет известно после проверки Которую проводит Бобруйский межренный отдел Следственного комитета В тот же день утром тоже на Кирпичной Но уже в Сычково загорелся чердак в частном доме Спасатели оперативно ликвидировали возгорание В результате образовался прогар в перекрытии Никто не пострадал Причина выясняется Ольга Васенда, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360 Семейный капитал, второй хлеб и смотри в оба В камерах фотофиксации скорости новая функция Чего стоит бояться? Громкие заголовки дня Далее в специальном обзоре Почти 130 тысяч депозитных счетов Для многодетных открыты по программе Семейный капитал Заявление подали около 76 тысяч человек На улучшение жилищных условий Будут направлены деньги подавляющего большинства Часть уйдет на медуслуги, образование, товары для инвалидов Выплаты, напомним, назначаются после рождения, усыновления или удочерения Третьего или последующего ребенка Размер чуть меньше 30 тысяч рублей В Беларуси завершена уборка зерновых колоссовых культур Сейчас усилия аграриев сосредоточены на сборе кукурузы и корнеплодов В хозяйствах активно убирают второй хлеб Заготовлено почти 130 тысяч тонн картофеля Средняя урожайность 360 центнеров с гектара Для посадки используют сорта как импортной, так и белорусской селекции Из-за климатических изменений предпочтение отдают тем, которые хорошо переносят засуху 15 сентября нотариусы проведут бесплатные консультации Акция приурочена к празднованию Дня народного единства В течение рабочего дня можно будет получить ответы на вопросы, которые входят в компетенцию работников Полный список контор и бюро, их контактные данные и время работы можно уточнить на сайте белорусской нотариальной палаты В Беларуси дорожная камера теперь фиксирует не только нарушение скоростного режима, но и отсутствие техосмотра Сумма штрафа – 18 рублей 50 копеек, полбазовый В перспективе фиксаторы смогут регистрировать проезд на красный, остановку за стоп-линии, движение по полосе общественного транспорта Разговор по телефону за рулем, не пристегнутый ремень безопасности 43 августа, 12 сентября синоптики обещают в Беларуси до плюс 29 Ночью и утром в отдельных районах республики сгустится слабый туман Ветер ожидается южный, юго-восточный слабый до умеренного Температура воздуха ночью будет от 6 до 12 тепла По востоку лишь 3 градуса Метеорологи уверяют, теплой будет вся следующая неделя Сквозь призму прошлого в преддверии Дня народного единства для молодых специалистов провели экскурсию по Бобруйской крепости Цитадель на Березине – самое мощное в Европе оборонительное укрепление начала 19-го столетия У фортеции непростая судьба В разные годы там располагались политическая тюрьма, концлагерь, госпиталь, казарм и склад Памятник архитектуры внесен в государственный список историко-культурных ценностей больше 20 лет назад Столько фактов открыли, раскрыли, показали, столько достопримечательностей, историко-культурных ценностей Показали, это повод привезти сюда друзей, рассказать, что это, как и откуда Особое внимание уделили истории зарождение мемориального комплекса жертвам фашизма В основе композиции, напомним, куп из тени барельефов – солдат и мирных жителей Которые находятся за символической оградой из колючей проволоки Часть конструкции сделана в виде языков пламени Они символизируют сожжение людей После общения молодые специалисты возложили к памятнику красные гвоздики Современное прочтение в областном театре драмы и комедии имени Дунина Марцинкевича 79-е – открытие сезона Масштабные декорации, неординарные костюмы и блистательная хореография Зрителям представили премьеру мюзикла «Эскапады» «Нестерка» Билеты на премьеру разлетелись, как горячие пирожки, сразу после старта продаж В первом ряду сидела и наша съемочная группа Чарующими звуками волынки зрители встречают еще на улице В фойе фотозона на втором этаже живая музыка Антураж с порога В зрительном зале яблоку негде упасть На премьеру, кажется, пришел весь город К этому событию трупа шла 9 месяцев Благодаря этому театру, где сейчас работаю и директору театра Веронике Александровне вдруг появился на горизонте эта мечта Сама пьеса и сам материал очень смешной Он наш, он родной, он белорусский Он про нас, про нашу любовь, про нашу любовь к родине И как все комедии народные, он про любовь к жизни Много музыки, динамичные танцы, яркие костюмы В новом прочтении белорусской классики на протяжении всей постановки Несколько сюжетных линий Приключение бедняка Нестерки, который обладает оптимизмом, острым умом и взаимовыручкой Не остается в стороне любовь Отношение честного, трудолюбивого Юрося и дочери Гончара Насти Для которой строгая мама присмотрела жениха Нелепого карьериста-школера Пьеса Бобруйского театра отличается молодежностью Режиссер совмещает классику и современность Основное действие на фоне больших резных вытянанок Ажурные узоры, подчеркнутые подсветкой, которая напоминает зрителю Это все еще 21 век Не ожидала, что это будет настолько вау Это такая большая работа Сколько они танцуют, поют Я представляю, насколько они устали Актеры большие молодцы И вообще, это было очень круто Вельми цедуна, что спектакль сделан так, что он разумел и усим И дорослым, и детям Великий дякую нашему театру, что они перерабили его классичный У современных вариантов Молодь сегодня у нас у театра ходит Музика Лоскопада – дерзкий эксперимент не только для жителей и гостей города Но и для самих артистов 85% – музыкальная и хореографическая часть С сохранением первой постановки под авторством Георгия Суруса Который лично присутствует на премьере Много движений, много энергетики Для нашего времени, вот такого нашего времени, нового времени Это очень здорово смотрится Это смотрится, слушается Я бы сказал, что это модерн такой, нестерка модерн Спектакль в двух действиях на белорусском языке Продолжительность 2 часа 30 минут с антрактом Насладиться нестеркой можно 7 октября в 6 вечера Стоимость билетов от 8 до 10 рублей Но ждут в храме мельпомены не только на премьеры В репертуаре постановки для любого возраста и настроения Елизавета Липеева, Максим Галеонко, Бобруйск, 360 Время с пользой В Бобруйске прошел детский праздник В нашем доме рады всем Робототехника, 3D-моделирование, студия изобразительного искусства, музыкальные коллективы В центре дополнительного образования детей и молодежи десятки объединений по интересам На специализированных площадках каждый ребенок смог познакомиться с направлениями более детально Двери нашего учреждения открыты ежедневно с 8 утра до 8 вечера Каждый желающий может записаться в понравившееся объединение по интересам И свободно от учебы время проводить в стенах нашего центра В молодежном парке многолюдно В программе выставки, мастер-классы, концерты Все учреждения доп. образования, культуры, спортивных направлений здесь презентовали свои кружки Участие приняли и сотрудники МЧС, которые организовали площадку с показом аварийно-спасательной техники и оборудования Игровые и обучающие зоны подготовили также ГАИ, УВД и Освод Это все из событий к этой минуте Смотрите нас в интернете и соцсетях Мы в эфире каждый будь на вечер Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин